Мне подошло время пенсии оформлять. Я с 28-го. Прихожу куда надо, говорю, ребята на персональную пенсию союзного значения, какие фотографии сдавать? С уголком или без? Они мне так небрежно, вы твердо уже решили, что ее получать будете. Я говорю, почему нет? Имею все основания, не сидел. Родственников за рубежом нет. Партийный. Они говорят, все. Я говорю, мало. Ну еще на оккупированной территории не было. Они говорят, это неплохо. А чем вы на этой неоккупированной территории занимались? Я говорю, всю жизнь был застрельщиком. Они говорят, в каком смысле? Я говорю, в прямом застрельщиком. Право флангу застрельщиком. Они говорят, по конкретнее, чем вы как застрельщик занимались? Да чем, говорю, только не занимался. В конце 40-х я уже в ответственных работниках числился. В начале 50-х меня бросили на борьбу с кибернетикой. Ух, в начале врагов много было, потом ничего, показали им. Разоблачили эту лженауку. Всех кибернетиков замажали. Загнали. Правильно, благодаря этому у нас и сегодня замажаем. Наука такая сильная. С кибернетики меня перебросили на генетику. Пришел в институт, всех собрал. Говорю, ну что, говорю, наследники Менделя. И Моргана, рассказывайте, чем занимается. Они пищат. Вот, разводим мушку для лизофил. Изучаем законы наследственности. Я говорю, понятно. Значит, пока мы все как один стоим на защите наших завоеваний, вы у нас в тылу думаете, как бы чего себе в наследство рвануть. И пока мы все во главе с товарищем Лысенко пшеницу выращиваем, вы здесь мух ловите. И что, по-вашему, для нашего народа нужнее? Пшеницу ведь мы все едим, а мух? Только некоторые, да и твои, извиняюсь, только... Так что, ребята, говорю, давайте, давайте, говорю, за ум возьмемся, закрывайте свою лавку из-за делок, которые согласны. Те будут с нами пшеницу собирать, которой нет. Те будут собирать кедровые решки. Не знаю, чем там с генетикой дело кончилось, зато мы кедровыми орехами себя на много лет вперед обеспечили. Ну, уже в конце 50-х меня бросили на обобществление крупного рогатого скота. Собрал колхозников. Говорю, мужики, нет, говорю, таких трудностей, которых мы не могли бы создать. Поэтому давайте, говорю, сдавать личных коров в колхозное стадо. Ну, крестьяне, они же народ темный. Пользы свои в том сразу не увидали. Кричат, трудно без коровы. Я говорю, верно, трудно, потому что каждый в одиночку. Каждому без коровы очень трудно, а всем вместе гораздо легче. Все равно не понимают, свои выгоды упираются. Пришлось объяснить по-другому. Я говорю, мужики, поймите, сейчас молоко есть у тебя, у него, у нее, то есть у каждого по отдельности. А когда коров в колхозе объединим, молоко будет у всех, а не у каждого. Разница, понимаете? Тогда поднимите руку, кто против того, чтобы у всех было молоко. Все за. Ну, согнали этих коров в колхозное стадо. Кормов к зиме не завезли, но я ни при чем. Потому что я в это время уже кукурузу в Заполярье разводил. Собрал коряков. Так и так говорю. Братья-коряки. Наконец-то на вашу улицу праздник пришел. Будем кукурузу сеять. Польза от кукурузы, надеюсь, всем понятно. Они кричат, польза, однако, понятно. Непонятно, однако, что такое кукуруза. Я говорю, это вопрос второй. Сначала будем кукурузу сеять или другими словами сажать. Они, как услыхали, сажать, все зарали, лучше сеять. Потом спрашивают, только вот как? Вокруг, однако, вечная мерзлота. Я говорю, товарищи коряки. И корячки. Ничто не вечно под луной. Это наша с вами общая мерзлота. Согреем ее теплом своих, ваших сердец. Ну, не прижилась эта кукуруза в лесотундре. И опять ни при чем. Я-то свое дело сделал. Я свой орден за своение вечной мерзлоты получил. Чем только не занимался. С 62-го по 64-й, после того, как наш руководитель обещал всем показать Кузькину мать. Я преподавал в высших учебных заведениях, читал лекции про эту самую Кузькину мать. Лично знал ее. Ну, это еще по Донбассу. В 70-е годы речи за начальство писал. Разрабатывал повороты сибирских рек в Среднюю Азию. В 81-м с блеском защитил диссертацию на тему о влиянии на повышение урожая литературных достоинств книги Целина. В 83-м чуть за приписки не посадили. В 84-м чуть госпремию за то же самое не дали. Вот так, ребята, жизнь я и скоротал. Смотрю, чего-то ребята попритихли. И что же, говорят, вам за все, за эту персональную пенсию давать? Вы страну настолько лет назад отбросили. Я им... Прямо в лицо сказал, я говорю. Молоды вы. Учить меня. Вы поживете с мое. Посмотрим, что петь будете. Всю жизнь мне, что делали, то я и велел. Я шел только туда, куда меня народ посылал. Они мне теперь объясняют, что, оказывается, это был не народ. Что народ мне совсем в другое место послал. Вот жду то ли персоналку союзного дадут, то ли республиканскую. Я вне зависимости от этого хотел бы сейчас перестройкой заняться. Как думаете? Возьмут. А что, силы есть? Ничего другого от меня и не требовали.